Футбол это жизнь. Спасибо большое. Всем привет, друзья. С вами Андрей Хорьев, канал Футбол это жизнь. Итак, друзья, третий влог на канале. Мы все-таки пошли, мы пойдем, точнее, сегодня на матч 1-16 финала Кубка России. К нам приезжает Оренбург. Команда, которая неплохо себя очень даже показывает в чемпионате России. Она сейчас даже выше середины таблицы. Но что нельзя сказать про Динамо, который сейчас не очень себя хорошо показывает в первой футбольной лиге. Это ПФЛ. То есть это, если бы выиграли ПФЛ, попали бы ФНЛ. Вот, они идут на четвертой, если вроде строчки из шести. И проиграли три последних матчей, но минимально. Там 4-3, 3-2. Ну так примерно вот такие счеты были. Поэтому давайте, друзья, приятного вам просмотра. Итак, Дима. Дима сегодня не пойдет на матч, к сожалению, конечно. Я не смогу, да. Да, так что давайте сейчас у него спросим, кто победит, Динамо или Оренбург. Ну, знаешь, как бы команда очень сильная, Оренбург. Но у меня прогноз, что в основное время будет ничья и в дополнительный период выиграет Динамо. Так что мы снова хотим пенальти, потому что мы именно по пенальту только сможем. Давайте скажем Диме спасибо большое. И встретимся с вами уже на матче. Да, всем давайте. Итак, сегодня вообще хорошая погода. Максим, это то самое место, где Максим предсказал прошлую игру. Ну давай. Ну, сейчас трудно сказать. Но мне кажется, что все-таки рискнем. Наша Динамо выиграет в дополнительное время. Забьет один мяч и мы выиграем... А, нет. Да, забьет один мяч и мы выиграем 2-1. То есть основное время закончится 1-1. Так. Ну, а я все-таки все равно хочу, чтобы серия пенальти, потому что мне не охота снимать весьма... А вот именно такими моментами. Так что поболеем все равно за Динамо, да? Да. Без Димки и без Свято. Но будет Вова на матче, который меня обыграл. Фивку. Че, ты Ярику вообще проиграл? Я Димку обыграл. А я Свято. Вот че они не пошли. Друзья, мы обещали. Не, сюда-то можно. Не, знаете... Ой, ёбки, я обозрался. Это пешеходная дорога? Так. Мы на Новосибирск пошли. Пошли хотя бы вперед туда чуть-чуть. Ну, кстати, мы это как его... Нам до границы города еще пилить-пилить. Хе-хе-хе. Нас не выпустят. Мы обещали вам, если вы соберете 20 лайков, что мы поднимемся на вот этот мост. И тогда мы были вон там. Типа возле букв все такое. Пока что у нас во влогах только вот че-то речной вокзал. Не, ну красиво же. Вот так надо показать. Как? Ну, отсюда. Ну, кто тебе? Ай, тенек. Все, отсюда-то это нормально. Что вы за девочки? Две снежанные. Ой, там не надо. Коля, Юля. Болина, мы тебя нашли. И гнома. Да. Давай. Назовем кликбейтное название. Максим, наобий. Ты смотри, не утоней. А то я тебе показал, как я по коту не побежал. Чуть-чуть. Там маленькие вот такие какие-то были. Я прям... Что, вода-то хоть теплая? Вода-то теплая. Да, больше не иди там, соскользнешь нафиг. Присядьте. Присядьте. На тебе. Не хочу купать. Материал. Ну, а тут что? Ну, сера, все. Ну, ладно, рыбач, мы тогда сейчас пойдем на встречу с Лаваном. Да, так что уже будет прям следующие, наверное, кадры уже прям со стадиона. Ну, может, до стадиона еще будут. Да, где-нибудь. С Лаваном там еще. Давайте. По моему счетчику. Барнаульцев не стыдно. Все-таки играем мы сегодня против представителя премьер-лиги. Против команды, которая уже совсем скоро будет встречаться с московским ЦСКА. Вот, может быть, опасно. И... 1-0. К сожалению. Как тебе первый тайм? Американ, это вопрос. Сышь. Как тебе первый тайм? Сышь. Мог Харюкин лучше? Вова, как тебе первый тайм? Камеру смотри. Как тебе первый тайм? Первый тайм был очень равный, в конце прописали, тогда было плохо. Санек, как тебе первый тайм? Неплохо, неплохо, но можно и лучше. Один удар в створ. Я про Динамо, а не про Спартак спросил. А, Динамо вообще ужасен, как всегда. Вот Спартак неплохо. Ты про Махачкалинский? В Барнаульском стадионе северная и южная трибуны заполнены практически до отказа. Люди поддерживают наших футболистов. Сразу сейчас два футболиста Барнаульского Динамо были на газоне в штрафной Оренбурга, но все было чисто. Ну а по поводу трибун, ну, смотришь, конечно, и сердце радуется на всю эту историю. Итак, друзья, естественно, после матча я не мог не подойти, не сфотографироваться с Андреем Козлом, которого и забил уже победный гол. Так что вот эта фотография. Также будут еще несколько фотографий с футболистами Оренбурга. Короче, победили вторую банку. Ну, вы это увидите, в общем, это какая-то дичь. Как тебе, да? Лучше же могли быть. Да. Вот. Мы, короче, сейчас хотим попробовать после матча сейчас, короче, пойти попустить футболку. Может быть, получится. А что, что? Пописал на другину. А, чтобы Вова не слышали. Здорово. Ну, естественно, у меня удалось сфотографироваться с вратарем Оренбурга и бывшим вратарем СКА. Это Александром Долбней. Также чуть попозже вы увидите моменты, которые просто потрясли меня. И это стали главными моментами в моей жизни. Также Максиму удалось сфотографироваться как и с вратарем Александром Долбней, так и с нападающим футбольного клуба Оренбург Андреем Козловым. Также мы не могли упустить возможность сфотографироваться с главным тренером футбольного клуба Оренбург Владимировым Валентиновичем Федотовым. Можно мне с вами, да? Я тебе напишу фоточку, отправюсь. Да, да, да. У меня есть диалог. С кем хотите с ЦСКА или с Тюменью сыграть? Удачи. Как вам в Лиге на выходные с ними играть? А с Тюменью не играли. Вы обещали шорты, мне обещали. Помните шорты? Нет. В смысле не обещали? Дайте терпо, пожалуйста. Ну, чё вы? Не обещали. Спасибо вам большое. Сколько стоит? Ой, нихуя новое ещё. Реально новое. Да не турки, тихо. Реально новое. Бл***. Спасибо вам большое. Ну-ка покажи, да покажи. Да она тебе большая. Да какая разница? Она тебе как раз. Миш, чё захотел? Я за сотку у тебя куплю. Иди с фотосистей. Да ну, да я всё. Пошли по-палку. Как вы, друзья, уже понимаете, Александр Допня дал мне свою футболку. То есть, для меня это просто шокирующее состояние, что реальный футболист с великим опытом дал мне футболку. За что я его благодарю. Большое ему спасибо. Конечно, вряд ли он будет смотреть этот видеоролик. Но, да, обидно для кого-то, что Динамо вылетело. Но они и так молодцы. Вышли в 1-16 за такое долгое время. Впервые в истории они вышли. Но, не удалось нам пробиться через Оренбург и попасть на ЦСКА. Но, всё-таки, футболка Довбни – это великое достижение для меня, по крайней мере. С вами был Андрей Хорев, канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.